Мир вам, дорогая церковь, приветствуем всех, кто с нами онлайн, кто смотрит нас у экранов Телевизоров или смартфонов, благослови всех Господь, чтобы это время было для нас полезно Чтобы мы могли назидаться, радоваться, жить в Слове Божьем И тема, которая сегодня у нас есть, это ресурсное проклятие И чтобы более глубоко войти в эту тему, я бы хотел, чтобы мы разобрались в некоторых понятиях Начнем со слова проклятие Я думаю, что это слово, оно овеяно в нашей культуре и в нашем народе Может быть и даже и больше, чем в нашем народе Определенными такими страстями, такой тьмой, ужасом И вообще, наверное, в последнюю очередь мы вспоминаем об этом, боимся часто этого Но давайте все-таки разберемся, что такое проклятие И, наверное, более всего нам поможет в этом сюжет из книги Бытия И давайте мы вспомним и прочитаем одно местописание, которое написано во Второзаконии, 30 глава, с 19 стиха Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое Господь в этом слове говорит, что он дает выбор человеку Он говорит, человек, ты можешь выбрать для себя путь Этот путь может быть благословенным, этот путь может быть проклятым Ты можешь идти в жизнь и можешь идти в смерть И, как я уже сказал, самая яркая, наверное, иллюстрация, которая может нам показать, что же является Божьим благословением и что является Божьим проклятием Это сюжет из книги Бытия Давайте вспомним, что в первой и во второй главе мы читаем о том, когда Бог показывает нам сотворение мира Он показывает нам свой замысел, он говорит о том, что было в первой, во второй и так далее до конца недели И когда мы видим результат этого всего, когда он творит человека И написано, что Богу это весьма нравится И он говорит, я вот это, вот этот мир, который я создал по своему разумению Я его что? Я его благословляю И он дает это повеление людям, чтобы они в этом благословенном мире Что? Плодились, размножались, чтобы они развивались Ну мы знаем, что история идет дальше И происходит грехопадение И происходит конфликт, грех между человеком и с Богом И уже в третьей главе мы видим Что Бог, Он говорит человеку, в частности Адаму Он говорит, за то, что ты послушал слов жены своей Что Он говорит? За тебя проклята эта земля И вот мы видим две иллюстрации Благословенная земля и проклятая земля Давайте поймем, какое отличие Смотрите, когда мы видим о том, что земля благословенная Там есть определенная природа Там есть определенная атмосфера Там живут люди У них есть то, что есть То, о чем мы читаем И мы смотрим о том, что на самом деле происходит Когда Бог уже не благословляет А Он проклинает эту землю И мы видим, что происходит Мы видим, что люди не умерли физически Даже не написано, что у них не выросли Ни хвосты, ни копыта, ни какие-то рога То есть люди начинают продолжать свою жизнь И даже мы понимаем по дальнейшей истории Что в принципе люди приносят какие-то жертвоприношения Так в чем же заключается проклятие Бога По отношению к земле и к людям? И знаете, откровение в том, что проклятие Эдема Оно состоит в том, что Эдем Он получает тление То, что Бог называет благословенным То, что Бог видит вечным То, что Бог видит по своей воле Он говорит, вот это благословение А в том, что Он говорит в этом Я не участвую Ты можешь жить Ты можешь рожать Ты можешь работать Но если там нет моего благословения Это все ведет тебя куда? Проклятие, оно в тлении Потому что это всего лишь временное явление Все твои труды Вся твоя занятость Все твои заботы И знаете, в этот момент хочется тогда понять Бог, еще раз говорю Он говорит Жизнь и смерть Благословение и проклятие Я даю тебе Вторая, наверное Второй термин Это ресурсы Давайте прочитаем Еще одно местописание Это написано Матфея, 25 глава, 14 стих Ибо Он поступит как человек Матфея, 25 глава, 14 стиха Ибо Он поступит как человек Который, отправляясь в чужую страну Призвал рабов своих И поручил им имение свое Одному дал Он пять талантов Другому два Иному один Каждому по силе его И тот час отправился Получившись пять талантов Пошел, употребил их в дело И приобрел Другие пять талантов Точно так же И получивший два таланта Приобрел другие два Получивший же один талант Пошел и закопал его в землю И скрыл серебро Господина своего По долгом времени Приходит господин Рабов тех И требует у них Отчета И подойдя Получивший пять талантов Принес другие пять талантов И говорит Господин, пять талантов Ты дал мне Вот другие пять талантов Я приобрел на них Господин сказал ему Хороший, добрый и верный раб В малом ты был верен Над многим тебя поставлю Войди в радость Господина твоего Подошел так же И получивший два таланта И сказал Господин, два таланта Ты дал мне И вот другие два таланта Я приобрел на них Господин сказал ему Хорошо, добрый и верный раб В малом ты был верен Над многим тебя поставлю Войди в радость Господина твоего Подошел и получивший Один талант И сказал Господин, я знал тебя Что ты человек жестокий Жнешь, где не сеял И собираешь, где не рассыпал И убоявшись Пошел и скрыл талант твой в землю Вот тебе твое Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый Ты знал, что я жну, где не сеял И собираю, где не рассыпал Посему надлежало тебе Отдать серебро мое торгующим И я, придя, получил бы Мое с прибылью Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему десять талантов Ибо всякому имеющему дастся И приумножится А у не имеющего отнимется И то, что имеется А негодного раба Выбрости во тьму внешнюю Там будет плач и скрежет зубов Сказав сие, возгласил Кто имеет уши Слышит, да слышит Аминь В этой притче мы видим Некую формулу Эта формула жизни Показывает нам Как устроен мир Бог говорит, что В такой притче Он рассказывает, что Каждый человек Который приходит на эту землю И получает Определенный ресурс В притче описано, что это талант Но каждый человек получает Самый главный ресурс Это какой? Это моя жизнь Это мое время Это мое здоровье Это все, что дано мне Богом И эта притча Она рассказывает о том, что Бог Каждому человеку Приходящему на землю Он дает Если вы внимательно слушали Или читали Он говорит По мере силы Он говорит Тебе пять Тебе три Тебе один И он дает этот ресурс В жизнь человека Кто-то говорит А этому больше дали А этому меньше дали А где-то тут несправедливо Но каждому Дали По мере Его сил Но наступает Какой-то момент Когда мы видим Что эта притча Рассказывает Что этот ресурс Он не дается Просто так Чтобы ты как бы Возьми его Попользуйся им И все Как бы Он такой Его возвращать не надо Твоя же жизнь Твое же время Написано, что Хозяин возвращается Господин возвращается И требует У человека Отчет Он спрашивает У него Что ты сделал С тем Что я тебе дал И люди Они начинают Давать отчет Я уверен Что каждый из нас Перестанет Пред Богом Когда-то И даст отчет О своем уповании Как он использовал Своё время Как он использовал Свои ресурсы Как он провел Свою жизнь Здесь на земле И Бог Он начинает Спрашивать Людей Он говорит Что ты сделал С тем Что я тебе дал По мере силы Один человек Говорит Ты мне пять дал Я умножил это То есть Он взял что-то Что было В его жизни В его судьбе И взял это И приумножил То есть Он развивался Этот человек И Бог говорит Молодец Дам тебе Еще больше За это Второму человеку Примерно Версия та же самая Только там Цифра 3 Говорит Что ты сделал Человек показывает Все что ты дал Мне по мере силы Этот ресурс Я взял его И использовал И вот Я приумножил И стало в два раза больше Он говорит Молодец Но третий вариант Он наверное Пограничный Ключевой Который показывает нам Что один человек Вроде бы Поступил неплохо И даже имеет Определенную философию По отношению К своему ресурсу Он рассказывает Ну как бы Времена тяжелые Я там знаю Знаю всю политику Партии Знаю там Все инфляции Все Все я знаю Я вот взял То что ты мне дал И это все Сберег Ну не приумножил Знаете Иногда так в жизни Бывает Нам даже хорошо От того Когда мы Знаете Кто-то что-то Сберег Думаешь Хоть Не потерял это Но Господь Он говорит Нет Этот ресурс С ним надо было Поступить не так И даже то Что ты рассказываешь О том Что Есть какие-то Обстоятельства Что есть Какие-то Тяжелые времена Что ты маленький Худой Старый Неумный Небогатый Он называет Этого человека Каким Лукавым И негодным И говорит Этому человеку За то Что ты так Распорядился С моим ресурсом Который я тебе дал Я что Он говорит Заберите это у него И отдайте Тем Кто имеет Давайте подумаем О том Почему Такой взгляд Почему Такая стратегия Почему Так Как бы Ну знаете По серьезному Знаете Возвращаясь К тому Что я сказал В начале Когда Бог Говорит Жизь и смерть Благословение И проклятие Когда Бог Говорит Человеку Чтобы он Выбрал Путь И на этом Пути Использовал Свой ресурс Он хочет Чтобы человек Выбрал Путь Который Благословен Который Путь Который Берет И Приумножает Что бы Он Не делал Чтобы этот Человек Он брал Свой ресурс И он Его не Нес В проклятие Он его Не нес В тление Он его Не взял Ну дали Мне Вот Там Что-то Я поездил Съел Как бы Пожил Ну че Как бы Вот и все Он Говорит Нет Все Что было У тебя Твое Время Годы Все Что у тебя Было У тебя Была Возможность Это все Приумножить Знаете Есть Такой Термин В экономике Он так И Называется Экономическое Ресурсное Проклятие Многие Страны Они Переживали Некую Стагнацию В своей Жизни В истории Например Такие Как Испания Китай Голландия И в чем Заключалось Это Ресурсное Проклятие Когда Какая-то Страна Привлекала К себе Очень большой Ресурс Ну например Испания В каких В средние века Очень много Занималась Путешественникам Путешествиями Ездила Приносила Много Сокровищ На Свою Страну И знаете В этот Момент Чем Начала Заниматься Эта Страна Она Так Сильно Разбогатела И увидела На своей Территории Такой Большой Ресурс Что Она Забыла Знаете Чем Заниматься Строить Институты Вкладывать В образование Потому что Показалось Жизнь и так Удалась У меня Что-то Есть Ну зачем Мне Как бы Еще Развиваться Когда На самом Деле Меня и так Называют Страна Неза 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 Солнце Когда У меня Ресурсы Вот Китай Проходил Эти Времена Когда Они Нашли Опи И они Зачем Развиваться Зачем Выстраивать Машиностроение Что-то Давайте Торговать Кто-то Нашел Нефть И Говорит Давайте Торговать Это Очень Сильно Похоже На Нашу Страну Знаете Большого Ума Продать Те ресурсы Которые У тебя Есть Спилить Деева Продать Свою Рыбу Нефть Газ И Сказать Ну у меня Как бы Есть Это Знаете Называется То Что ведет Страну Куда Не в Благословение Это ведет Страну Куда Это ведет В проклятие Потому что Если завтра У тебя Это исчезнет Если По каким-то Причинам Тебя Этого Лишить И ты Не двигался В развитии В нормальном Развитии Если ты Не был Человеком Который Имеет Мудрость Или Политиком То рано Или поздно Твоя Страна Она может Пройти В такой Кризис И знаете Бог Он по отношению К человеку Использует Тот же Самый Принцип И говорит Жизнь Или смерть Благословение И проклятие Избери Жизнь Чтобы вложить В свой Ресурс И развивать Его Давайте Вспомним Ноя Господь Приходит К этому Человеку И дает Ему Слово Он Говорит Ему Строй Ковчег Это Долгий Проект Это Долгий Проект Вообще Говорят Что он Строил Его Около Сто Лет Как вы Думаете Сто Лет Это Ресурс Когда Тебе Говорят Вот Твоя Жизнь Все Годы Которые У тебя Есть В Которые Ты будешь Молодой Сильный В Которые Ты будешь Хорошо Видеть Твои Мышцы Будут Работать Но в Этот Момент Ты что Будешь Делать Ты будешь Делать То Что На самом деле Не делает Никто Ты будешь Делать Волю Мою Давайте Вот Просто Представим Авра Ной Он Говорит Да Я Захожу В этот Проект Я Начинаю Делать И он Что Начинает Туда Вкладывать Свои Ресурсы В виде Чего Своей Жизни Своего Здоровья Представьте Себе Человек Начинает Делать Этот Ковчег Но Человек Живет В социуме Он Ж смотрит По сторонам Он Же Видит Как Живут Другие Он Смотрит Люди Учатся Отдыхают Бизнес Образование Еще Еще То Что Забирает Время Это Все Правильные Вещи А Ты Занимаешься Чем Непонятно Чем Потому Что И воды Рядом Нету По факту И Вообще Людям Непонятно Что Это За Стратегия И Зачем Она Нужна И Хочется Даже В этот Момент Немножко Пожалеть Ноя И Сказать Слушай Ну Такое Тебе Служение Дали На самом Деле Все Люди Как Люди А ты Услышал Волю Божию В свою Жизнь И Начал Свои Ресурсы Вкладывать Куда В Вечное Потому Что В послании К евреям Написано Верою Ной Не Своими Домыслами Он Взял Этот Талант Он Взял Это Слово И Он Понял Что Наверное Мог Так Подумать Да Ну Давайте Я Давайте На несколько Поколений Это Все Разделим Я Вот Чертеж Сделаю За сто Лет Следующее Поколение Сделает Материал Ну Как-то По-честному По-коммунистически Всем Дадим Равно Нет Этот Человек Он Начинает Делать Эти Вещи И Знаете Когда он Начинает Это Делать То Я Думаю Что Ему Очень Тяжело Потому Что Его Ресурс Он Начинает Куда То Уходить Знаете Никто Никому Из нас Никто Отмотать Себе И Сказать Ну Я Как бы Назад Чуть Никто Не Может Потому Что Часы Идут Потому Что Судьба Идет Потому Что Путь Идет Потому Что Слово Которое Звучит Жизнь и смерть Благословение Проклятие Проклятие Оно Работает И Бог Когда То Придет И Спросит С этого Ресурса И Знаете Ной Он Начинает Заниматься И Вкладывать Во Что В Вечное И Только Когда Через Сто Лет Он Знаете Он Начинает Получать От Этого И То Наверное Не Какие Великие Дивиденды Что Ему Нобелевскую Премию Дали Или Какую То Там Еще Статуэтку Когда То Приходит Конец И Тление Этого Мира Существующего Тогда Оно Наступает В виде Потопа И Ной Который Берет Свои Ресурсы И Заходит В Ковчег Он Заходит Куда Он Заходит В Благословение Он Заходит Туда Где Он Берет Каждой Твари Попари И Он Остается Тем Созидателем Жизни На Этой Земле И Знаете Я думаю О том Когда Человек Когда Ноя Мы Спросили Сегодня Как Того Раба Я Дал Тебе По Мере Сил И Ты Сделал Свой Выбор Ты Его Выбрал Не В Проклятое То Что На самом Деле Тленно Оно Исчезнет Придет Или Огонь Или Вода Или Просто Физическая Смерть И И Это И 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 Я Знаете Я думаю О том Что На самом деле Рассуждать Оно И Достаточно Легко Потому что Это не про Меня И не про Мою Личную Жизнь Я Как-то Недавно Встретился Со Своими Друзьями И У Нас Такая Встреча Была Ну Нам Где-то Вот Примерно По 40 По 45 Лет Я И С Самого Рождения И Мы Где-то На Каком-то Пятачке Там Встретились Они Подъехали Оба На Нормальных Машинах Типа Джип И Мы Немножко Рассказали Друг Другу Свою Судьбу Потому что Где-то В Юношестве Мы Разошлись И Один Рассказывает Свою Судьбу Он Говорит Я Там Какие-то Хорошие Условия Там Год За Полтора То ли За Два Идет Ну То То есть Как бы Карьеру Можно Делать И Он Говорит Я Как бы Вот Отработал Там Вот Был Там Таким Стал Там Майором Ну В общем Рассказал Свою Карьеру Говорит Все Я На Пенсии Я Здоровый Я Сильный У меня Пенсия Там 50 Тысяч Я Как И И Такой И Видно Что Он Счастлив От Этого Потому Что Ну На самом Деле Это Его Жизнь Человек Вложил В Это Работал Сегодня Имеет Эту Этот Тлод Может Об Этому Рассказать Второй Рассказывает Историю Что Он Пошел В ГИБДД Примерно Тот же Момент Звание Погоны Пенсия И Ура Ты Как Б Пенсионер Ты У Российским Меркам Нормально А Вот Я Стою Слушаю И Думаю У У Даже Трудовой Книжки Никогда В жизни Не Было И Думаю Вот Это Люди Вот Я Чем Занимался Всю Свою Жизнь Вот Чем Я Занимался У Меня Сколько Звездочек У Меня Сколько Там Бонусов Там Или Еще Чего То Там У Меня Вообще Вот Все Что Есть Из Их Рассказа У Меня Вообще Ничего Нет И Вот В Этот Момент Знаете Когда Ты Видишь Иногда Рядом С Собой Ну Давайте Назовем Их Успешных Людей Которые Что-то В Этой Жизни Используя Свои Годы Силы Они Чего-то Добиваются И В Этот Момент Я Хочу Сказать Что По Человечески Начинает Немножко Как Это Назвать Свербеть И Думать Ну Вот Эти Люди А Может Я Занимаюсь Знаете Бывает Так Пошел Куда-то Почему Мы Часто Говорим Братья Сестры Там Пойдемте На Евангелизацию Там Пожертвуй То Ну В общем Куда-то Сходи Где-то Время Проведи Еще Сам Туда Дай И Вернись Уставший И без Своего Выходного И Человек Часто Думает Ой-ой-ой Это Жи Мои Ресурсы Это Жи Мой Моя Суббота Воскресенье Это Мой Вечер Это Мой Телефон Это Моя Жена Моя Еда Это Вот Ну Это Ж Мое Ну Как Это Я Вот Возьму И Человек Он Начинает Думать О Куда Ему Вкладывать Но В этот момент Если человек Духовен Он Начинает Понимать Что Есть То Слово Которое Звучит Благословение И Проклятие Жизнь Или Смерть И даже Если Человек Говорит Я Не Хочу Это Знать И В Это Верить И Мне Это Не Открыто Это Все Равно Работает Потому Что Так Устроен Мир И Бог Говорит Ты Все Равно Сделаешь Выбор Своей Жизнью Проклятое То Что На самом Деле Как Пришло Так И Уйдет Либо Ты Будешь Вкладывать Вечное И Когда Ты Будешь Получать За Это Награду И Знаете Я хочу Сказать Вам О том Что Когда Ты Слышишь А рядом Эти Истории Что Кто То Говорит Я Поехал На Вахту И Рассказывает Я Помню Вез Каких Мужчин Ну Типа Как На Такси Они Ехали Со Мной И Они Говорят Мы Едем Мы Год Были На Вахте И Сказали Мне Сколько Они Заработали Я Говорю А у Вас Есть Жены Дети Они Говорят Есть И Потом Такое Интересное Они Уже Не Живут Ну Год Нет У Человека А Дальше Они Рассуждают Так Сейчас Мы Передохнем Месяцок А Следующая Вахта Полтора Года Ему Кажется Что Вот Это Вся Основание Его Жизни Что Он Купит Закроет Ипотеки Свои Вопросы И Все Это Такое И Может Быть И В этом И Есть Какой Смысл И Какая Логика В этом Есть Но Знаете Я Всегда Говорю О Том Что У Каждого Человека У Него Есть Его Путь И Когда Человек Он Выбирает Путь Без Бога И Знаете Если Даже Есть Вахта То Чтоб Вахтовики Не Подумали Ты Че Я Хочу Сказать Знаете Как Написано В Писании Ешь Ешь Для Бога Не Ешь Не Ешь Для Бога Едешь На Вахту Едь На Вахту Открывай Там Ячейку Или Что Ты Делай Там Но Делай Это Для Бога Потому Что Если Это Все Для Того Чтобы Просто Жить И Пользоваться Своим Талантом Как Одним Ресурсом Который На самом Деле В Жизни Он Есть И Ты Думаешь Мне Бы Главное Просто Прожить В Этой Жизни Мне Бы Просто Просто Удержаться За Нее Мне Бы Просто Добиться Каких То Вот Этих Пенсионных Дотаций И Тогда Я Буду Счастлив Но Мы Люди Верующие Являющиеся На малое Время Что На самом Деле Все Наши Богатства И Все Наше Время Оно Будет Основное Оно Будет Где В Вечности И Он Говорит Вот Туда Сей Вот Вот В Эти Вещи Сей Еще Одна Ситуация Сей 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 Продолжение следует...